доброго времени суток друзья мои всем привет вы на канале fox tail с вами катерина это choice of life вторая часть мы продолжаем наше приключение выживание прошлой серии нас диким образом просто свергли с нашего престола ухан дохали мешком по башке нанести нам шрама отобрали кольцо теперь в нас не могут признать принца мы принцы я вообще принцесса я должна быть в замке они вот это вот все короче у нас есть выбор теперь идти на переправу на мельницу они это деревне или на мельницу я не знаю что будет на мельнице мне очень интересно что меня там что и что интересно ждет меня в деревне давай вот куда меня вот моя интуиция ведет туда и пойдем я хочу пойти вначале на мельницу мы должны все-таки найти кольцо и доказать случайная встреча доказать что мы принцы будущие короли крестьянки водят хоровод у реки распевает песни наблюдать дерево я вонючка мне бы помыться ну давай посмотрим на них девки красиво пляж то особенно вот это вот не широкоглазая вы любуетесь а вы любуетесь как купаются крестьянки пока случайно не падаете в воду крестьянки хихикают убегать по домам они ж только хоровороводили а уже купаются ай-яй-яй ну я хотя бы помылась и в этом есть добро мы пришли на мельницу замечательные на крестьянах полюбовались и есть что-то такое вот интуитивное так вы идете по дороге на восток весь день а это мы на восток пошли ладно так серпантина то идет за вами то скрывается где-то в кустах под вечер вы чувствуете сильный голод и страшная усталость за ночевать в кустах либо идти всю ночь почему я вонючка я же мама женщина блин я же упала в воду я должна вымыться была бы сильный гол страшная усталость за ночевать в кустах ну давай за ночью выплюхнулись на жесткие корни кое-как смогли уснуть правда нельзя нельзя назвать это отдыхом ну и хотя бы не мы не это не из на последнем издыхании сил вдалеке мелькнула мельницы несколько домов доброе утро ку-ка реку куда мы пойдем к мельнице или к домам но меня тянуло к мельнице поэтому соответственно пошли к мельнице рядом с мельницы вы замечаете небольшое поле дом с двускатой крыши и мельника из-за мельницы доносится ругань крестьянка просит у старого мельника немного муки но тут прогоняет ее пошли крестьянки старик совсем зачерствел он и раньше был скуп а теперь вообще всем отказывает у вас милостырь не найдется еды не сама такая голодная блин что переночевать негде нет к сожалению стенка потеряла вам интерес а ты принёк не местные вижу я плохо но в деревне тебя я не припомню мы пошли в другую деревню да я не буду орать конечно что я принц потому что меня и так за юродивого принимать с моими шрамами давай попросим кровь и еду ну конечно путникам я всегда рад с вами интереснее чем с местными следуем за стариком вот я вижу что ты не местный кожа вся белая северянин поди пошли в дом наверно устал с дороги а мы получается пошли кабатуру ну это хорошо я помнила что в деревню это идти искать попутчик чтобы через лес перейти переправы я не знал куда нас отправить а вот я хотела на самом деле рискнуть и пойти кабатуру мне кажется вообще ни при чем у меня ставка на то что меня хочет ухан дохать моя тетка давай спросим что мы скажем что мы ищем дом абатура но с другой стороны попросили еду давай мы в дом пойдем мы хотим отдохнуть а потом спросим где дома батура тарик пригласил вас в дом и угостил парным молоком и мясом которое вы никогда вы не пробовали осмотреться почему вы не делитесь с крестьянинами я наелся давай спросим почему с крестьянами не делится они что с кем-то делятся бездельники да и только короля боятся вот и платить ему оброк я наелся спасибо теперь ты сыт и отдохнувший может и поможешь старику с работами а можешь и помочь старику с работами верно говорю верно поможем есть у меня дела в хозяйстве навоз на лугу надо собрать до мельницу чинить пора 1 я не управлюсь блин мне кажется мельницу чинить неплохо но я боюсь навернуться а навоз собирать можно это не сложный плюс ко всему я и так воняя я пойду к навозу вы получили мешок и совок для навоза перед вами бескрайнее поле палящее солнце идти туда и эти суда ну блин запах может от чего угодно исходить от трупака и мухи в принципе тоже везде могут летать давай пойдем к мушкам тут ничего вы забрались дальше в поле давай осмотримся вы заметили перекопанную землю напоминающую могилу или вам показалось так мухи мне один раз соврали давай поверим им второй раз опять они меня согушаем не буду видеть воинственным мыча с воинственным мычанием к вам приближается корова корова своинственным вообще надо бежать но с другой стороны очень хочется посмотреть что она хочет со мной сделать поэтому я останусь титул получен собиратель колорова безобидно прошла мимо а за ней оказалась большая куча навоза хватило на целый мешок я просто знаю если бы это бык был не вскоре то бык я бы убежал сломя голову с быками страшно ни один раз бык так смотрел смотрел я от него в сторону он за мной идет и идет очень страшно был коров они добрее коровы нормально они даже если к тебе идут ты их можешь вполне погладить вот поэтому я думаю я правильный выбор сделал меня кстати жизни прибавил заметили да я тоже заметил он сказал тебе на всякий случай и так мы набрали с тобой навоз у нас теперь новый титул собиратель однажды вы собрали целый мешок навоза вот так гордитесь этим что до сих пор рассказывать эту историю костра то во что гораздо как говорится кто на кого учил так мельнику мы вернулись хорошо ты помог не сегодня уже темнеет может переночевать в доме а завтра продолжишь свой путь спасибо мельник вы так устали за день что уснули забыв обо всем я это был храп это был у меня такой храп специфический вы проснулись от скрип и двери каждый старик покинул дом давай осмотримся вы присмотрелись к двери с огромным замком лунный свет проник в дверные щели вы разглядели одежду доспехи несколько пар сапог и даже различное оружие давай откроем дверь не поддается с улицы послышали шаги спрятаться под кровать либо спать давай спрячемся я не знаю почему но что-то я хочу спрятаться из-под кровати вы увидите только ноги старика но внезапно мелькнулой топорище затихариться или выскочить из-под кровати более я не знаю а я вот понимаешь тут вообще тут нету правильного действия если я затихарюсь старик может подумать что я убежала да а выскочить он может тут может сыграть эффект неожиданности я могу убежать более чем делать то ребята то ли затихариться или выскочить хочу выскочить ты что ж не спишь а зачем тебе топор а блин я я думал я выскочу убегу а я выскочу типа привет здорово блин голова моя садова но это глупо зачем тебе топор давай скажу я хотя я понимаю что он убивает путников и грабит их да вот решил дрова перед сном поколоть так лучше спится а ты че такой беспокойный так мельник так я тебе не верю мне то какое дело веришь или не веришь давай уйдем мы отдохнули в принципе давай уйдем вы выскочили из дома и пошли прочь мельницу нормально я не знаю нормально он или нет грабит он путников или нет но по крайней мере я ничего не потеряла из цвета и здоровья и жизнью теперь что у нас есть поля открытых пути поля мельник башня фабиана закрыть это башня это поля черт хочется и туда и туда пойдем в башню башня фабиана это маг правильно я так понимаю это маг уже целый час вы бредете в загадочном тумане когда вы все-таки решаете отдохнуть из кустов выпрыгивать серпантина стройте привал давай строим привал вы так привыкли к появлению исчезновения серпантина что ничего и не сказали набрав валежника вы развели костер и сели на землю напротив вас уютно устроил серпантина рассказать про свои приключения расскажем серпантина смачно зевнула и вы не удержались повторили за ней да кто ждевает за кошкой кошка когда зевать все суют палец ей в рот а это это же обязательно кошка зевает палец в рот это закон вселенной что ты тут делаешь спрашиваю я ее видите туман вокруг такой же окружал башню фабиана когда я сбежала клянусь хвостом она где-то рядом а огни костра разгорел огонь костер огонь костер господи что со мной сегодня огонь костра разгорелся и привлек множество мотыльков серпантина начала охотиться на них с энтузиазмом давай спросим а всегда ли она была кошка чуть не так интересно о решили узнать наконец конечно же нет точнее не помню но я уверена что нет помню только что жила в этой душной башне как в клетке а что ты искала в библиотеке мне интересно чары превращения в кошку точнее как их снять чара в амулете на моей шее а ключ должно быть у этого противного мага я тебе помогу серпантина замурлыкала села вам на колени вскоре вы оба глубоко уснули у костра с кисонькой спать одно удовольствие тепло и колыбельная ночью вы слышите грохот ходить в тумане полет это так интересно но так небезопасно ну давай пойдем смотреть а то мало ли вдруг меня ночью хан дохуй блин ну так и знала уходите в тумане спотыкаетесь пока вас не останавливает ветка попавшая в глаз да твою же мать я и так вся в шрамах че безглазая вы проснулись от того что серпантина сехла вам на лицо ну давай встанем ну кошка кошки на грудь во первых садятся будет гт алё просыпайся мы все уронили все ветки такая без глаза все ветки на меня упали кошка потопталась на вашем лице лапками и спрыгнула хоть бы она меня вылечила принт смотрите это башня фабиана он поможет как она тут оказалась да тут туман кого фабиан блин да как бы мы не знаем кто такой фабиан да у нас здесь нету информации по нему ну да я посмотрим нету мельник мельник с причудами давай спросим кто такой фабиан мы должны это знать эта информация на маг обративший меня да это я поняла я хотел думал больше информации мне даст он поможет вернуть кольцо подожди мяку у меня и сюда очень собачек у меня здесь нервничает я разговариваю она нервничает так маг обративший меня сказал серпантина и взглянула на меня вопросительно ах да ваше кольцо наверное он сможет помочь но не могли бы вы сперва попросить его ключ от моих оков раз уж вы уже здесь а это не опасно не опасно если не наделаете глупостью хо глупости я это послал в одном предложении прекрасно склеиваются а ты здесь останешься несколько раз я встречала на пути эту башню но мне туда не попасть у меня лапки так миленько но я пошла тогда перед вами башня фабиана деревья вокруг нее кажется неестественным а на верхушке в таинственном море ведь темнеет единственное окно идти вперед идти назад ну давай вперед пойдем с каждым шагом вперед башня удаляется а ну пойдем назад по попятились назад и башня начала приближаться так двери башни дверь башни приоткрыта пойти либо идти вдоль стены давай пойдем вдоль стены осмотрим и так сказать периметр датчик ним вы вошли в башню вернулись вы обошли башню а вернулись к двери понятно ничего интересного нет тогда давай еще раз доль стены пройдем все равно вернулись и еще раз короче горит только иди к двери и дикать хоры гулять вы вышли с другой стороны башни похоже на какую-то магию попробуйте влезть на стену войти снова либо отдохнуть если я полезу я могу кончить как блин тот мальчишка старк из игры престолов по стенам лазь не так себе это удобно мало ли что мы в окне увидим давай отдохнем я подустала загадки башни будут вас утомили вы присели на травке и задремали вам снится сон вы в круглой комнате с высокими потолками рядом с окном стоит стол с неизвестным вам приборами и сундуком открыть сундук осмотреть приборы давай кроме сундук сундук запят жаль вы не взломщик смотрим приборы на столе множество сосудов причудливой формы труба со стеклами с двух сторон и разбросанные книги искать ключ серпантины давай это будем смотреть титул получен принц гузно рук узно рук жопорук один неосторожный жест привел в движение все склянки на столе от звона бьющегося стекла в заложила уши вы вдохнули какой-то я так я же сплю блин же порук это мой титул это во всем я да вот это если бы у меня был герб я бы вот эту красоту 5 5 орех бы взяла себе на руки ну как блин так жизни кончается резко проснулись огляделись вокруг башня мага исчезла зато увидите знакомую кошку обрадуйте меня принц вы же нашли ключ нет не нашла у боги вы действительно такой невезучий пойду поищу другого принца не но 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 подожди не дожидаясь вашего ответа серпантин обиженно шмыгнул в кусты да блин ну как так как у меня так не я же просто хотел искать ее ключ помочь и хотел мы пошли в поля ля 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 то поля башня заколдовано мы почти пробрались почти все сделали хорошо значит мы пришли на поля около на поле кажется не слишком страшным вы решаете это исправить добавить веток а я знаю раздеть давай разденьем вы снимаете одежду с пугало отмечайте что она стала более даже привлекательно вы идете среди бескрайних полей под палящим солнцем пока в долине появляются тучи искать укрытие давай так и сделаем впереди показалось дерево посреди поля вообще глупая идея до прятаться под дерево дерево оказалось одинокой дикой яблоней давай сделаем привал вот и напевает песню про короля бедняков через минут исполнитель предстает пред вами сиги сиги есть а ты знаешь что дерево мой иван пост еще кто такой я сиги главный воевода восточного дела ты кто а я принц сиги такой смешной на самом деле неугомон и беспризорный называть называть себя воеводы он воеводы я принцом команда dream team ох прошу простить глупого сиги ваша светлость не призналась без парадного наряда и свиты я ищу двор абатура теги кривляется геремасничает изображая вашего придворного мне не веришь теги ловко уворачивается а вы падаете в грязь я его не пыталась ударить я не выбрала руку подняться конечно нет тело ваше тело нашего принца нашли уже давно он умер сейчас королевством правит виктора ты какой-то дурень полин серьезно тело нашли ага растерзанное тело медведь постарался говорят только по одежде принца познали у меня есть доказательства пятек неужели он за всем этим стоят а он с теткой и с моим блин братом двоюродным вы рассказываете о кольце и убийца которые его украли это я рассказываю свои доказательства замечательно кольцо я не вижу начнет доказательств расскажи еще про убийца говоришь тебя насквозь проткнули рассказать про татуировку рассказать про грубый голос рассказать про мешок ну конечно про татуировку татуировку вот она точно ты знаешь кто это нет нет но старшой наверняка знает у него таких друзей много веди меня к старшому но вначале скажи кто такой старшой 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 он уже много чего знает он старше нас всех веди меня к нему может и проведу но сперва у меня есть дела в деревне идем за мной ваш светло следовать за сиги вы продолжили путь через поля вот мы придем к деревне нами а еще подожди чё вы видите как бедная хлебопаш истекает потом но продолжает работать давай поможем вы берете работу хлебопашца на себя пока тот отдыхает за это он благодарит вас свежей буханка хлеба видишь о чем говорит эта игра научит нас что нужно помогать ближнему своему и глядишь он тебя накормит и здоровье твое поправит круто вот мы и на месте это двор моего старика не извольте ли подкрепиться репы прямо с грядки заодно могу вас кое-чему научить говорит секи изволю вы забыли про благородное воспитание согласилась на воровство я как-то неправильно тебя поняла сига без яснясь и яснее тогда перелезайте через ограду а как же вход калитку закрыли после моего последнего визита так что придется лезть это воровство прошу прощения ваше высочество забыл что вы благородных рамках микро кровей блин тогда стойте так сказать на стрёме сур стрёминг я могу стрём и строить стики отклонился несколько раз и перелез через ограду местный торговец настойчиво зазывает вас плавку предлагая спробовать его крема обильно намазать слегка намазать давай слегка намажемся я вообще-то на стрёме должна стоять пошла мазаться кремами кожа стала мягкая упруга однако теперь вас заставляют купить его несколько крестьян неугомонно танцуют на улице наблюдать крестьяне непрерывно танцуют несколько часов и вскоре начинают валиться от бессилия один друг за другом я чё то вот знаю вот такие вот крема особенные которые жахуют по тебе и ты потом танцуешь как сумасшедший вдоль ограды крадется серпантина наблюдаем я бы не доверял этим беспризорником они могут быть опаснее убийц буду осторожней спасибо послышался лай собаки серпантином зашипела и шмугнула в кусты все-таки она меня любит все-таки она не пошла искать другого принца а пошла за мной следит переживает умничка мая фиолетовообразная сиги выпрыгивает из заграда с охапкой репу и вор чему я удивляюсь нет не все таких благородных кровей как вы вашего светлость горит сиги а я говорю что прошу прощения дела пошли не по праву по плану мне пора бежать подожди меня сиги ударяет удирает роняя часть награбленного но затем оборачивается на мгновение нету времени ваша светлость если хотите увидеть старшего отправлять их наш убежишься в лесу идите с масс от моста в сторону драконьего пня спрячемся тогда твою мать из-за ограды выпрыгивает хозяина огорода с вилами натыкается на вас теперь вашем боку 4 новые дырки так я же хреново спряталась то твою мать надо было за сиги бежать я думал мне сказал типа разделяемся и встретимся вот стороне моста сеги скрылся из виду между из виду между деревьями а я покандуляла разве ты побегу я с дырками в боку с меня как решето можно использовать меня черняком пот можно цитить как так можно так более после битвы либо укрытие старшего закроем куда пойдем поле после битвы опасное место ну давай пойдем туда а что я еще тут мне кто-нибудь открылся нет больше небо впереди окутала темная туча скоро вы поняли что плотная стая ворон кружит над полем пути от беды подальше узнать что там конечно вы почувствовали зловоние пред вами поле битвы группу людей лошадей лежат уже несколько суток поискать что-нибудь полезное помолиться и помолимся и не знаю почему эта страшная картина напомнила вам о мимолетности жизни вы даже пустили слезу среди гор трупов вы замечаете мальчишку беспокойно смотрящего по сторонам эй ты кто давай крикнем мальчишка заплакал я батька своего ищу батур призвал его в поход он сразу попал в стычку с южаной как он выглядел давай спросим его рыжий он кучерявый на шее платок синего цвета мамкой мышила ладно не реви найдем твоего батяню вы разделились искать тут искать тут ну блин давай искать я не хочу здесь кучу трупов на давай там поищем ничего похожего по описанию давай здесь поищем платок синий видишь я не вижу ничего кроме разлагающихся трупов давай еще здесь поищем из под груды тел торчат рыжие кудри вы подозвали мальчишку вы вытащили тело и мальчишка заревел все бы ничего но на звук откликнулись несколько голосов бежать или похоронить отца мальчиков блин вот совестливая я дура давай похороним так 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 кто тут у нас конкуренты бандит пришли в глаз на давай попробуем объяснить вы ни на что не надеялись но рассказали про отца мальчика но вы ни на что не надеялись но рассказ про мальчика про отца мальчик твою мать короче бандит поражен моей добротой и говорит так и быть я тебе помогу скажи же сука моего батя тоже на войне прикончили ладно парни оставьте их а ты мелкий еще старшова он за тобой присмотрит похоронить отца мальчика под защитник слабых вы вытащили тело подальше от боя по поля боя и закопали вот о чем говорит что надо даже вот в такой ситуации оставаться человеком и даже если тебе встретиться бандит возможно в нем тоже где-то глубоко сидит человек и ваши человеки встретятся и договорятся и не произойдет плохого и пацана помогали и сами не убежали нормальными остались и бандит нам так подмигнул сказал молодец беги к старшому закроемся у нас остался укрытие старшего давай следующей серии уже туда пойдем остановимся на этом тебе огромное спасибо за просмотр мы с тобой так интересно продвигаемся вообще неожиданно выбираешь думаешь вот она сейчас хорошо будет она раз-два и а минус 1 жить но пока мы нормально держимся на двоечке до поддержи пожалуйста лайком пиши комментарии обязательно подписывайся на канал до встречи в следующей серии пока пока